Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Попков и я преподаю в токарной школе рубанков. Об этой школе и о моем любимом занятии токарным делом я бы хотел вам рассказать немножко поподробнее. Наша мастерская оборудована тремя современными станками трех различных конфигураций. Настольная профессиональная версия австрийского станка МедиПро, его старший брат Твистер Эко и третий полноформатный станок американской фермы Текнатул. Три станка, три курсанта, не больше и понятно почему. Чтобы преподавателю была возможность уделить достаточно времени каждому из курсантов. Сердце токарной мастерской я считаю все же не станок, а заточная система. Без правильной качественной заточки не будет правильной качественной работы. Мы используем в своей мастерской заточную систему Robert Sorby Pro Edge на базе заточных лент, но рассказываем, учим и показываем про все типы и способы заточки, которые возможны в сегодняшнем токарном мире. И естественно токарные резцы. Мы укомплектованы полностью токарными резцами английских брендов Robert Sorby и Crown. Это лучшие резцы из лучших английских сталях, сделанные в лучших английских традициях. Мы, конечно же, просим курсантов приходить со своими инструментами, но у них есть возможность познакомиться с лучшим из того, что есть сегодня на токарном рынке. И все же одного оборудования и инструментария, даже самого современного, недостаточно. Необходимы знания о техниках и технологиях токарной обработки дерева. На сегодня нет общеобразовательных учреждений, где бы эти знания можно было получить. И миссия нашей школы – это сохранение и развитие токарного мастерства. Школа – это целая система знаний, которая позволяет любому человеку выполнять токарные проекты любой сложности самостоятельно по завершении наших курсов. Школа – это не только курсы по токарному делу, это практикумы, это мастер-классы, это сопутствующие публикации на токарную тему в журнале «Мастер-мастерская». И это, надеюсь, в ближайшем будущем токарный клуб Санкт-Петербурга. Современное токарное дело – это не только ремесло с более чем двухтысячелетней историей. Это не только ремесло, которое Петр I, будучи сам большим любителем токарного дела, возвел в ранг благородного занятия для знати. Но это целое направление в современном искусстве. Современные техники и технологии точения вывели токарное дело из сугубо ремесленного круга. Научившись токарному делу, вы сможете сделать не только простые бытовые вещи, как, например, эта тарелка, но и заниматься творчеством. Вы сможете делать с помощью современных техник и технологий точения практически предметы искусства. Современное токарное дело – это способ реализации ваших творческих устремлений и порывов. Чуть более подробнее о токарных курсах. Курс состоит из 16 уникальных занятий по 3 академических часа каждое. В сумме около 50 академических часов. В среднем это занимает около двух месяцев. Сам курс разбит на два логически завершенных подкурса. Первый курс – так называемое точение в центрах или современным языком 2D. И второй курс – точение деревянной посуды. Опять же, современным языком – это уже точение в 3D. Почему 2D? Потому что классическая техника точения заготовки, закрепленной в двух центрах, имеет всего лишь два параметра – длина и диаметр. И этим способом точения можно создавать простые, но тем не менее интересные формы, как этот подсвечник, как ручки для инструментов, как балясины, ножки для стола и прочее. Это классика, но на следующем курсе точения деревянной посуды, или опять же современным языком 3D, мы делаем более сложные, более интересные, именно современные формы, которые позволяют современной технике. Это тарелки, блюда, вазочки, шкатулки и даже формы полностью пустые. Таким образом, наши токарные курсы аккумулировали в себя самые современные техники и технологии точения, а я, как преподаватель, помогу вам сделать первый шаг в этот огромный, удивительный мир. Ведь количество токарных проектов практически безграничное. Приходите учиться в токарную школу. Подробное описание курсов на сайте школы – ссылка в описании под видео. С вами был Папков Дмитрий, токарная школа рубанков. До новых встреч!